Всем привет! Вы на канале политический новостник. Приятного просмотра. Лукашенко. Против страны началась агрессия. Белорусам следует успокоиться и дать властям навести порядок в стране. Об этом сегодня, 14 августа, на совещании с членами Совета безопасности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В очередной раз мы с вами возвращаемся к вопросам положения даже не в Белоруссии, а в столице, в Минске. Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать. Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, зачинщиками. Этого всего и организаторами являются люди из-за границы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, при том приличным криминальным прошлым. Ну и наши, где дети, где не совсем уже дети, сказал он. При этом он заметил, что не может сегодня предъявить претензии кому бы то ни было. Не могу, потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других. Мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз. Опять же, как человек военный, я понимаю, когда ты в казарме всю жизнь, можно сказать, военную спишь рядышком. Тот же ОМОНовец 20-летний, чей-то ребенок, рядом живем уже второй год. И когда подло, это вот не по-мужски, заезжают со спины и бьют этих ребят милиционеров. И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид. Скажите, а как матери этого ребенка? Да, плохо, что синяки. Но синяки пройдут, а его уже на ноги не поставишь. А переломанных сколько ног конечностей? Почти около сотни человек пострадали. Подчеркнул белорусский лидер. По словам Лукашенко, это что, ОМОНовцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их, а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ. Это ж специально. Мы же с вами понимаем, кто это делает, сказал Лукашенко. В то же время президент Белоруссии еще раз обратился к родителям подростков и молодых людей. В четвертый раз говорю родителям, посмотрите, где ваши дети. Я понимаю, что некоторые родители в этом возрасте, 16-17 лет, хорошо мне все знакомо, порой уже не управляют своими детьми, особенно мальчиками. Ну так вы обратитесь к нам, мы поможем, поговорим, займем этих детей, в конце концов. Почему же доходит до белого коленя, а потом начинаем разгребать эти вопросы? Задался вопросом он. Кроме того, Александр Лукашенко обратился к людям с просьбой. Не высовывайтесь вы сейчас на улице. Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо. Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны, сказал он. При этом он спросил присутствующих о том, как военному человеку действовать. «Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда», – подчеркнул президент Белоруссии. Напомним, в Белоруссии 9 августа состоялись очередные президентские выборы. По официальным данным, на них победил Александр Лукашенко. После этого в белорусских городах начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения протестующих с силовиками. В результате пострадали сотни людей, один погиб. Накануне к акциям протеста присоединились рабочие ряда белорусских предприятий. Сегодня работники МТЗ пришли к Дому правительства и потребовали прекратить насилие и провести новые выборы. Лукашенко заявила намерение попросить помощи у Путина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о необходимости переговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным на фоне продолжающихся в республике акций протеста. Это следует из сообщения, которое распространило 15 августа агентство Белта. «Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Белоруссии», — сказал белорусский лидер в ходе совещания в Минске. По его словам, вопрос защиты Белоруссии сегодня уже превратился в вопрос сохранения всего нашего пространства, союзного государства. Напомним, что предыдущий разговор Лукашенко с Путиным состоялся 7 августа. Тогда в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, а также обговорили задержание на территории Белоруссии 33 россиян. До этого белорусский президент отметился рядом антироссийских заявлений, утверждая в частности, что Россия засылает своих боевиков, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии. При этом он обвинил Кремль во вранье, заявив, что задержанные в Минске россияне специально прибыли в Белоруссию и им была дана установка ждать. Однако задержание россиян не помогло избежать беспорядков. Волнения в Белоруссии все равно начались. После выборов 9 августа, на которых Лукашенко набрал более 80% голосов, вечером в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. Как сообщала ЭА, на совещании с членами совбеза Белоруссии 14 августа Александр Лукашенко констатировал, что против его страны фактически началась внешняя агрессия. И теперь выходит, что кроме как президенту России обратиться за помощью больше ни к кому. Задержанные в Белоруссии 32 россиянина вернулись в Россию. Россияне, задержанные в конце июля в Белоруссии, вернулись в Россию. Об этом сегодня, 14 августа, сообщила Генпрокуратура РФ. 32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России. 33 гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии, говорится в заявлении. При этом в ведомстве отметили, что передача лиц состоялась в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства России и Белоруссии. Напомним, 29 июля стало известно, что в Белоруссии были задержаны 32 гражданина России, которых местные власти обвинили в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов. Еще один был арестован в другой части республики. Все они якобы являлись членами частной военной компании «Вагнер». Позже официальный Киев потребовал от Минска выдачи 28 задержанных, так как они якобы участвовали в военных действиях на Донбассе. Судьба задержанных обсуждалась президентами России Владимиром Путиным и Белоруссией Александром Лукашенко в телефонном разговоре накануне президентских выборов. Спасибо за просмотр, жду ваших комментариев, ставим лайк и подписываемся на канал.